добрый день коллеги позвольте начать наш вебинар данный вебинар будет являться первым из цикла и посвящен цикл будет прибору компании via via мтс 5 800 транспортный анализатор а сегодня у нас часть 1 и мы разбираем основы его базовые элементы управления архитектуру поговорим о том зачем вообще служат такие анализаторы какие бывают версия и познакомимся с основными вещами которые вам могут пригодиться при его обслуживании и так что же наверное еще если хотелось бы сказать что мы бы хотели сделать это мероприятие максимально интерактивным то есть цикл является подготовленный нами мы выбираем темы предложили вам но тем не менее если у вас по ходу действий будут возникать какие-то вопросы связаны где вам будет необходимо поднимать какие-то достаточно большие темы мы готовы расширить и допустим мы если не сможем ответить или ответ на вопрос будет слишком большой мы готовы организовать дополнительные сессии поэтому не стесняйтесь в процессе задавайте вопросы которые вас будут вызывать интерес чтобы вам еще хотелось об этом приборе узнать и так собственно говоря давайте начнем с самого семейства 5800 на данный момент она представлена шестью приборами smart class 4 800 первое и самое простое самое дешевое устройство в этой линейке предназначены в основном для поддержки измерений на 1 гигабитных интерфейсах и собственно говоря по большому счету все вторая 2 3 4 это непосредственно семейство 5800 отличие у них следующее 5800 мтс 5811 он поддерживает физически только один 10 гигабитный порт и соответственно один порт для низких скоростей например 1 гигабит ethernet или 16 ст м мтс 5822 поддерживать свою очередь уже два независимых 10 гигабитных портам ну в зависимости от комбинации но шоссе сама несет на себе уже возможность установки двух независимых интерфейсов с двумя независимым тестированиями организация на нем мтс 5882 имеет аналогичные характеристики однако у него улучшенные показатели по обработке запис в общем по большому счету его предназначение больше для операторов мобильной связи мтс 58100 же очевидно предназначен для тестирования вплоть до двух независимых тестов на скорость 100 гигабит то есть у него присутствует уже интерфейс 110 40 и 100 и как я уже сказал с возможностью организации двух тестов одновременно и map2 100 это стоечное оборудование также поддерживает до 100 гигабит но в основном предназначен уже не как портативное устройство будучи установлен допустим на ядре сети к нему можно обращаться в качестве например заворота или например с его стороны инициировать какое-то тестирование отдельно следует заметить что несмотря на то что сам по себе прибор не является модульным однако то есть как транспортный анализатор он исключительно моноблок ног не к самой платформе можно пристегнуть дополнительные модули как например оптические модули как например модули измерения мощности оптических каналов систем системы cwdm и например модуль рубидиво осциллятора в основном предназначена исключительно для измерений синхронизации ибо рубидивый генератор дает нам возможность получения большей точности для подобного рода измерений то есть вот сейчас на данный момент на рынке присутствует все что вы видите перед вами то что относится к транспортным анализатором семейства я если мы говорим так если упустить отдельно примеру прибор ой на 1000 который например умеет на себе поддерживать до 400 гигабит цернет но это немножко отдельная тема итак это все что касается 5800 у вас на экране давайте посмотрим что же собственно говоря для чего вообще все это нужно как это все работает базово замечу транспортный анализатор предназначен для измерения характеристик на различных уровнях модели россии то есть например на втором на третьем четвертом даже на первом и по большому счету вот этот перечень и является сферой ответственности данного прибора то есть мы можем проводить как тестирование непосредственно работы самого интерфейса на или один мы можем проводить тестирование за ethernet на или два мы можем тестировать и на как у нас происходит маршрутизация на наших потоков на или три и корректность обработки протоколов корректность прохождения пакета при обращении на специфические порты это уже будет уровень 4 принцип работы достаточно прост изначально устройство генерирует некий синтетический трафик упаковывает его в структура зависимости от выбранного уровня тут будет то это условно в этом ethernet фрейм и внутри зажима будет нас находиться эти пакеты и так далее и так далее в качестве нагрузки используется некая все случайная последовательность и дальше эти пакеты уходят сеть потому что как правило необходимо необходимо либо на себе же на другом порту либо на этом же либо на дальнем конце на каком-то дополнительном приборы организовать прием этих пакетов и измерения допустим мы отправили 100 пакетов а сколько пришло все стоили только 95 мы отправили с такой-то меткой времени через какое время эти пакеты были доставлены таким образом мы измерим задержку и так далее то есть словно говоря задача его генерация и анализ что у него на это для этого есть давайте посмотрим и поговорили о том что у нас есть различный интерфейс как они выглядят итак если мы пойдем слева направо то у нас соответственно левая часть в основном посвящена ппдх интерфейсом е1 е3 е4 электрический стм дальше идет медный ethernet интерфейс дальше идет два порта оптических с возможностью установки с fp или с fp плюс с fp 28 что дает вам возможность тестировать 100 или 40 гигабит и последний порт это соответственно с fp 4 для 100 гигабит или ату 4 соответственно также здесь расположены разъемы для подключения gps антенны и подключения дополнительного источника внешнего источника синхронизации и вот вывод сигнал 1 pps так это устроено что здесь важно если вы обратите внимание на цветовую палитру то есть вы увидите что у вас есть синие и фиолетовые поля на синем поле написано порт 2 вот здесь вот и на фиолетовом написано справа порт 1 о чем это говорит как вы помните упоминал что у нас есть возможность организации двух независимых портов неважно на какой скорости и здесь соответственно в зависимости от того на каком именно порту мы подняли на наш интерфейс планируем производить измерения тут порт и будет задействован пример то есть мы к примеру хотим запустить тестирование 10 гигабит ethernet на порту 1 мы соответственно в интерфейсе приборов это выбрали как мы это рассмотрим позднее и соответственно у нас заморгает интерфейс вот этот центральный сфп или там сфп плюс расположенный в фиолетовой части то есть именно он будет активно если вы еще не вставили туда транспондер и сфпшка его нужно будет ставить туда если мы выберем соответственно порту 2 у нас соответственно будет активирован тот разъем который находится в синем поле но не волнуйтесь напомню еще раз то есть если вы видите у вас над устройствами расположены световая индикация и любой порт в зависимости от того что мы будем с вами использовать он будет подсвечиваться соответственно тот порт который активирован на данный момент будет подсвечен и вы всегда сможете понять к чему вы подключились как и так далее касаемо его возможности напомню да то есть мы говорили о том что семейство нас может тестировать начиная от одного гигабита то есть 10 или 100000 10 гигабит lan-1 25 гигабита за рано специфически достаточно протокол 40 100 что помимо этого существует ряд специфических выпущенных исключительно в яве скриптов вы их видите например jquickcheck джейпруф тестирование по rfc 2544 и 1564 по rfc 6349 так далее мы о них будем разговаривать каждую отдельной части но это условно говоря некоторые скрипты помогающие вам или ускоряющий процесс или выполняющий какое-то специфическое тестирование как например джейпруф это возможность протестировать работу управляющих сигналов из арнета таких как например спамятри насколько они могут проходить по вашей сети и также поддержка наложенных сервисов как например вои по и питьеви возможность работы в системах адресация пи 4 и пи 6 поддержка тестирования мплс и о например это что касается из арнета касаемо из dh соответственно мы поддерживаем от pdh начиная с е1 и заканчивая стм 64 все что мы здесь можем протестировать у них не существует каких-то отдельных методик тестирования поэтому соответственно то о чем мы говорили это будет генерация анализ принятого трафика но есть возможность измерить джитровандер на pdh соответственно для содов есть возможность есть поддержка функционал измерения faber channel от 1 до 32 гигабит для сотовых операторов это измерение протоколов cpr и upside соответственно это исключительно на сетях данных на сетях сотовых операторов присутствующие протоколы как правило нигде больше это протокол связывающие ррю и ббм также на различных скоростях и поддержки синхронизации соответственно синг и 5 пи и многочисленные измерения вандер на различного рода интерфейс как-то ппс классический 2 мегагерца 2 мегабита и вандер на гигабитных интерфейсах и 10 мегагерц также для сетей по т.н. есть поддержка тестирования на соответствующей скорости от 1 2 3 4 в аналогии также там 10 40 100 и отдельно следует упомянуть например возможность коммуникации с таким устройством как джеймэп маним будем упоминать дальнейшем джеймэп это устройство for factory сэфи которая позволяет нам организовать удаленный заворот практически где угодно где мы можем эту сэфи установить что общем интересно для организации например установки это в базовой станции то есть любую до любой базовой станции мы можем достучаться организовать тест ну и вообще для каких-то любых целей демаркация мы упомянули что к платформам можно дополнительно прикрепить модули рефлектометра для того чтобы они работали совместно здесь вы видите список модулей с которыми мы можем работать то есть это многомод одномод клад то есть многомод и одномод различного рода модуля для CWDM-DWDM рефлектометрии и как я говорил channel checker для CWDM-DWDM измерение мощности на конкретных лямбах также есть возможность подключения дополнительных аксессуаров таких как микроскоп или например измеритель мощности вы их видите справа через соответственно порты usb они увидите также на приборе расположены справа туда они подключаются и так то о чем бы мне хотелось упомянуть и мы соответственно после этого перейдем непосредственно демонстрация я говорил о том что у нас присутствуют некие скрипты и соответственно сейчас мы рассмотрим для чего они служат и как их запускать вообще отмечу что по большому счету основной целью этого курса являлось именно создание такой в общем видео инструкции которые вы могли бы обратиться напомню да что всем участникам мы будем рассылать документацию по быстро конфигурации тест уже в формате pdf ну чтобы можно было почитать посмотреть однако если вам будет интересно что-то вспомнить вы что-то забудете вы всегда можете обратиться к записи данного вебинара они будут выложены на нашем канале и соответственно сможете что-то вспомнить как это сделать так два скрипта это соответственно оптик толст и quick check начнем с оптик теста оптик тест позволяет нам производить тестирование непосредственно самого транспондера к сэвпишки которые установлено 6 прибора мтс 58 58 до 0 зачем это нужно здесь заключается в том что например сущность тот же там тестирование россии 2544 она по большому счету это тестирование каналов которым задействован волокно и в общем-то сами интерфейс и скажем так да там для гигабит это может быть не столь критично однако для 100 гигабит подобный тест является обязательным потому что 100 гигабитный сигнал очевидным образом более чувствительным к шумам и было бы обидно получить негативный результат потому что например проблема не все те проблемы выше и сэвпи по тем или иным причинам ну например мощность ламбда недостаточно то в конце концов старая грязная что-то еще с ней нет а высокий уровень шумов и так далее и соответственно для высоконагруженных тестов как-то например 100 гигабит заранная в общем по большому счету для любых вы можете просто это сделать устанавливать транспондер соединяете его патчкордом и запускаете тест дальше дальнейшем будем разбирать как именно это выполняется и второй скрипт о котором бы хотелось упомянуть это уже соответственно quick check quick check позволяет нам быстро оценить готовность линка к тестированию то есть вы например приходите на сайт у вас есть два патчкорда какой из них тык сказал какой rx вы не знаете и вам необходимо элементарно понять они вообще работают подключены прокинуть маршруты если заворот на дальнем конце всего этого вы не знаете если сами не готовили и соответственно что нам позволяет он позволяет нам подключиться понять что порт поднят на нужной скорости обнаружить заворот выполнить быстрый тест пропускной способности и в дальнейшем приступить к тестированию что же давайте тогда уже теперь перейдем к непосредственно демонстрации самой работы прибора и посмотрим как это все запускать и выполнять то же самое из с оптик с л тестами то есть по большому счету это функционал который позволяет вам проверить транспондер то есть транспондер ну собственно если впишка какая бы там ни было на любой скорости это достаточно важная часть всего как бы линка и она тоже может отказать более того она может отказать не полностью она вроде бы работает но при этом выдает какие-то странные результаты и ладно там для функционирования где-то это еще может подойти где-то нет но например для цели измерения это может быть важно потому что вы проводите какие-то измерения там какого-нибудь канала да еще там арендованного еще каких-то иностранцев ну по большому счету прибор исправен и совпишка не очень соответственно есть возможность эту совпишку проверить вот сегодня сделаем вот кейбл тест в основном предназначен для для цодов и он тестирует кабельные сборки это такой такая конструкция когда у вас кабель намерто соединен с коннекторами совесть конкурс с фишками и является как бы единым продуктом и соответственно то чтобы проверить такую сборку мы и соответственно вставляем в два порта гоняем по ней трафик понимаем рабочая она ли нет аналогичная квик-чек квик-чек тоже сегодня мы его посмотрим это опять же скрипт позволяющий нам перед началом тестирования вообще понять правильно ли скоммутировали все ли готовы и так далее то есть как это выглядит как я об этом рассказываю как это обычно происходило на каких-то демонстрациях когда я уже приезжал заказчика выглядело таким образом ну типа давайте я вам покажу как прибор работает окей надо было собрать какую-то трассу и людей собирали отлично они миссию два конца просто лс лс если подписано хорошо если не подписано что часть все бывало изначально ты начинаешь пытаться понять какой из них прием какой передачи и так далее это может быть там другом конце зала в общем достаточно удобно что при помощи мы этого можем сделать мы соответственно понимаем как мы соединились правильно неправильно где у нас tx где rx и самое главное установлен ли у нас какой-то заворот на дальнем конца потому что данный скрипт это проверяет и определяете вот дальнейшие скрипты это уже непосредственно как уже было сказано относящиеся к тестированию иных пока пропустим вот давайте пока выполним после 2 трафик и скажем по 1 термин и так напомним мы с вами в самом начале вам говорил что у нас есть порт один порт 2 фиолетовый и тени вот соответственно у меня очевидным образом здесь работает видимо только один порт 100 гигабит поэтому я могу активировать только на p1 что я в общем и делаю terminate выбираю то есть я не хочу мониторить а не хочу работать в режиме сквозном я хочу именно генерить принимать запускаем тест и теперь давайте собственно говоря я вернусь наверно к презентации кое-что вам покажу так да так это вот этот вот слайд вот это вот этот слайд на нем с одной стороны интерфейс 58 82 но это неважно потому что после того как вы активировали тест как минимум еще одной индикации того какой порт вам нужен это будет моргание дико леда вот собственно говоря в любом из отмеченных красными овалами позиции то есть тот порт который у вас активирована в рамках данного выбранного теста тут и будет моргать если вы как бы так сказать по тем или иным причинам сомневаетесь какой именно слот вставлять ваш ваш сфп просто посмотрите наверх он там будет моргать вот так же но переключение между вкладками соответственно что здесь еще важно то есть я активировал тест но замечу на самом деле что у меня конечно безусловно сейчас все моргает как и планировалось так давайте на всякий случай вот сейчас проверим так сейчас у нас интерфейс виден спасибо вот да тест и активировал но и совпешку на самом деле не вставил это очень важно потому что очень часто людей сбивает с панталук тот факт что они вроде все сделали ну не знаю может быть забыли может вставили не туда на самом деле там до запуска еще нужно несколько мероприятий но они дальше не понимают что делать то есть у них вроде чего-то там идет время какое-то бежит в левом верхнем углу а ничего сделать они в общем-то не могут и все у них как-то вроде плохо нехорошо что сейчас произойдет я пойду становлюсь и в этом и 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 меняется тот факт, что теперь у меня становится активно кнопка laser on-off. То есть перед тем, как начать непосредственно тестирование любое, мне необходимо это инициировать. Итак, мы видим, что, соответственно, у нас в первую очередь, мы видим, что сигнал у нас присутствует. Потому что я очевидным образом замкнул TXRX с оптическим патч-кордом. Ну, либо как эмуляция, я подключился к живой сети. Вот. Дальше. Замечим, что пока мы выполняли эти манипуляции, у нас, как вы видите, слева в окне summary присутствуют ошибки, которые мы накопили за все предыдущее. Что мы можем сделать? Мы их можем сбросить просто нажав restart. Вот. И, соответственно, теперь ошибок у меня именно связанных с этим нет. Я могу выполнять какие-то дальнейшие действия. Коротко. То есть, чтобы здесь уже, так сказать, с этим заполнить, дальше я могу, например, просто начать генерить трафик. И в окне здесь наблюдать какое-то количество пакетов, которые, соответственно, у меня сейчас транслируются с порта на порт. Вот. Собственно говоря, все. То есть, вот это краткий вариант того, что необходимо сделать для того, чтобы начать тестировать. То есть, последующие варианты мы уже, там сказать, работы со скриптами, мы рассмотрим. Но, в принципе, это мы сделали. Так. Остановили. Еще один системный момент, связанный с, так скажем, со многими вещами, это репортинг. То есть, то, о чем часто спрашивают и так далее. Соответственно, с репортингом все достаточно просто. Они вот слева, внизу. Вот. Соответственно, мы можем в интерфейсе прибора как просматривать. созданные ранее, так их и создавать. Создать репорт. Дальше. Присвоить ему какое-то имя. Выбрать формат, в котором мы хотели бы видеть это. При необходимости мы можем повыбирать контент, который мы хотим, чтобы сюда был включен. То, что достаточно пространное. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Так. И... Ну, в принципе, это PDF. И, соответственно, как вы помните, да, нам нужно было пройти в системы файлс. И дальше. BRT Reports. Укрыть и обнаружить там наш сделанный отчет. Вот. После того, как мы его создали, мы его можем посмотреть. И ровно то же самое вы увидите бы на себе на компьютере, если бы открыли данный PDF. Что у нас там? Это, соответственно, название прибора, его серийник, его прошивка. И дальше все те значения, которые мы получили за время тестирования, выполнения скриптов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть все, что мог, он, соответственно, нам посчитал. Все, что мы хотели увидеть и так далее. То есть если вам, например, здесь 18 страниц, собственно говоря, для этого существовала эта кнопка Choose Content. И вы могли уже включать, соответственно, те метрики, которые бы вы хотели в отчете видеть. Так. Давайте тогда, как я и обещал, вернемся коротко в скрипты и немножко с ними уиграемся. Optic Self-Test. Значит, замечте, если вы видите вот некое подобное окно с тем или иным изображением, это работает какой-то скрипт. И, соответственно, нам предложат какие-то выборы, и дальше мы сможем производить, условно говоря, тесты, практически понажав кнопку Start-Start-Start. То есть без каких-то глобальных настроек. Так. Start и New Configuration. А, кстати, ладно, про язык еще надо. Так. Test Duration. Допустим, чтобы не затягивать. 30 секунд. Установка порога. Ошибок. Так. Stop on error. Вот так. Можем, соответственно, создать какой-то репорт. И тестируем. То есть, что еще раз происходит? Сейчас мы тестируем, условно говоря, проверка качества работы непосредственно самого транспондера, самой QSFP 28-100 гигабитного. Что-то гигабитные совпишки на предмет того, все ли с ней в порядке. Корректно ли она работает? Нет ли там каких-то избыточных шумов? Не проходит ли там слишком много ошибок, в которых виновата она сама, а не линия? Вот. Я про TX и RX расскажу. Буквально следующий скрипт мы и будем рассматривать. Так. Соответственно, здесь мы видим, что у нас все результаты прошли. Здесь при желании можно посмотреть оптическую мощность по каждой из лямпы. Их суммарно. Температуру и так далее. То есть, окей, я убедился в том, что у меня сфпишка работает. Я могу создать отчет, могу не создавать. В принципе, не хочу. Зачем мне отчет? Теперь скрипт номер 2, как раз про который вы спрашивали, где TX, где RX. Значит, кейбл-чек, напомню, еще раз для отсодов он нам не подходит. Соответственно, квик-чек, ну, допустим, Eltery Traffic, порт 1 терминейт. Итак, напомню, мы получили какие-то два коннектора. Нам нужно перед началом тестирования понять, все ли у нас хорошо. Как их нам соединять, что дальше делать, вообще все ли готово. Я попробую сделать, наверное, два раза. Сейчас мы проверим, как блок, а потом я попробую его, например, разомкнуть, чтобы вы поняли, как это будет выглядеть при некорректном подключении. Так, окей. Значит, что мы тут видим? Мы тут видим, что у нас... Source API Destination API... Так, вот здесь мне нужно было посмотреть, какие вписники я задал. Я этого не сделал. Так, ну, мы можем... Так, сейчас вот сюда зайдем и посмотрим. Так, 1.5... И это н 겨то. Давайтеeyм. давайте попробуем на льду это показать потому что на одном порту может быть так так поскольку мы переехали с третьего уровня 2 здесь у нас не возникает проблемы с адресациям вот что мы видим что условно говоря представьте что вы вот взяли вот эти два два кабеля и волокна и подключили их прибор вот первый вариант который вы видите поскольку они меня соединены один в один здесь не условно говоря порт поднят голосование отлично но там не нужно но мне условно говоря все хорошо естественно если поменять местами сейчас не произойдет ничего потому что трафика нету просто давайте сейчас отсоединю один и посмотрите что произойти то есть том случае если бы у вас был перепутан прием с передачи например каким-то образом дату для вас бы link был бы вот таким вот образом не активен то чтобы вы увидели возвращаем это обратно соответственно первую очередь то что вам необходимо сделать это всего две манипуляции с очкардами подсоединяйтесь лево-лево-правда вот и дальше собственно говоря мы начинаем тестировать что сейчас проверяется напомню что по большому счету мы представляем себе не то что у нас пачкорд замкнут на из и фишки а то что мы подключились одним концом соответственно дальше какому-то устройству дальше эту что он в сеть ушло ушло через другое пришло к нам обратно и так далее в первую очередь вообще у нас как бы приходит ли у нас что-то сюда мы определяем тип петли которые установлены на дальнем конце вот в частности напомню что это мы об этом очень много говорить в следующий раз когда мы будем разбирать помню тестирование по методике россии то что россии предусматривает возможность наличия там допустим такого же активного заворота логического заворота на порту или вот такого же накидывания пачкорда например да если мы говорим какие-то низкоскоростный интерфейс высокий там условно говоря возможно нюанс потому что поставить просто петлю на 100 гигах на живой сетке чревато например братка шторма когда соответственно порт видит свой mac в качестве получателя вот и собственно говоря что произошло она мне определила что петля у меня как сказать жесткий заворот да то есть вот этот пачкорд и дальше что она сделала она просто дополнительно прогнала такой как бы импровизированный трубку теста закинула туда 100 гигабит трафика посмотрела прошла отлично то есть это не является автоматической или какой-то заменой трубку это именно вот проверка что окей мы подсоединились и у нас как бы какой трех прошел если условно говоря было бы на нее значение он бы это показал вот собственно говоря все то есть данный скрипт нам помогает для быстрого корректного подключения в сети перед выполнением тестирования замечу что на самом деле он при этом встроен в каждый скрипт из серии вот rfc вайп 1564 и в принципе его можно проводить не отдельно прям сразу там значит есть момент который я вам еще сейчас хотел рассказать его чаще все скрипты так репорт и мы поговорили хорошо в сумме скажется вот собственно говоря на мой взгляд мы с вами сначала с прибором познакомиться значит еще раз тогда краткий анонс и что мы от вас ждем и что вы от нас ждете вы тоже хотели бы узнать итак следующий раз я предполагаю это будет в конце октября в конце этого месяца приблизительно я думаю там через две-три недели соответственно мы проведем вторую серию которая будет касаться сейчас я эти вопросы сейчас тоже почитаем будет касаться в основном тестирование по rfc 2544 но достаточно популярная тема и в основном мы будем разбираться только с ней если успеем поговорим про вайп 1564 но как пойдет вот значит смотрите мы планируем сделать таким образом что после каждого после каждого вебинара вы будете получать также некоторую документацию мы ее когда-то один раз переводили и нужно соответственно просто проверить еще раз скажем так на актуальность это документация подробная такая скажем карта как запускать тест как вы его выполнять и так далее так далее так далее и принципе всем кто как бы вот зарегистрировался мы планировали и рассылать то что если там есть возможность оставлять так или иначе свою почту соответственно мы прошли какую-то часть вы получили документацию сделано это для того что хотелось бы с одной стороны сформировать какие-то навыки но откровенно говоря наверное все таки невозможно то что у нас не будет достаточного количества повторений которые мы могли бы здесь обеспечить вот еще один момент мы его проговаривали в самом начале это ваши пожелания то есть смотрите сейчас вы тоже я закончил у вас будет там что вы там минут 10 вопросы если какие-то по данным тем есть и также вы можете высказать какие-то пожелания чтобы вам хотелось в отношении россии послушать может быть то есть я говорю у вас есть свой опыт и вам с нуля это было бы не интересно вам бы были интересны какие-то вот такие вот подробности а как что-нибудь вот мы это зафиксируем и соответственно потом вам ответим или сейчас так так для прибора не не так критично если неправильно подсоединены для прибора не критично вот то есть в принципе защита всегда стоит и прибор умеет определять активное излучение в волокно в принципе глазиком себе прикроет можно ли тестировать одноглазые cfp если вы имеете ввиду тестировать как в рамках скрипта quick check оптик селчек давайте посмотрим честно ни разу не сталкивался просто в живую окей давайте на тему этого я запишу потому что думаю что здесь я не увижу что-то мне подсказывает маловероятно потому что не очень понимаю как бы его так замкнуть то на себя в этот момент чтобы она поняла и получила но подсказывает что это зафиксирую так с поверкой вот до методика поверки прибора то она должна быть можем поделиться страшно единственное если так давайте вот что еще сделаем наверное чтобы наверно всем было удобно я сейчас просто музыка как бы к этой части перешли здесь наверное логично сказать скажите вы сейчас презентацию видите спасибо так значит со всеми вопросами которые у вас будут возникать в отношении данного вебинара поскольку вести его буду я может быть там с привлечением каких-то коллег ну в основном я то все вопросы которые у вас возникают или пожелания или вот собственно говоря там вот из серии пришлите методику проверки не стесняйтесь пишите мне пожалуйста туда вот то есть потому что ну наверное логи это логично замкнуть на одном на одном не там не распределять и так далее то есть я буду заниматься уже непосредственно как бы и коммуникации с вендором там подготовка их следующих частей и у такой ответы на ваши вопросы и так далее и так далее вот ну вот просто кто-то там чате не очень сильно с этим помог там методик проверки на принципе да она в открытом доступе лежит у нас она тоже есть еще можно взять и там и там так давайте так у нас как раз осталось там какое-то время еще если еще у вас вопрос есть вы их можете задать или в голосом или написать в чат также напомню как бы сейчас можно пожелать что-то относительно стирование эзернета в рамках покажите микроскоп вы имеете ввиду как он работает камеры у меня тут нет и поэтому интерфейс подключения его и избе то есть нет кран горячий будет затруднить вам это показать физически наверное сейчас попробую отмотать презентацию но насколько посмотрите на картинку то есть с одной стороны у него и избеет означает следующее что он доступен к подключению принципе к любому устройству на котором есть у боже мой избе и ему нужен только софт который можно скачать вот кстати с того обдает мою нет который вам показывал с обратной стороны у него спереди как вы видите у него соответственно штуцер и на нем меняются насадки насадки бывают разнообразные их реально около ста всевозможных ну как бы в большинстве своем если мне память не изменяет любой такой прибор мтс там типа купленные то есть я замечу там есть и я не наговаривал что каждый микроскоп вообще эти приборы в большинстве своем они продаются так называемыми комплектом пакетжем и потому что ну так дешевле то есть можно собирать свою авторская но всегда лучше иметь в в основе некий пакетж так будет всегда сильно дешевле если вы собирать вот серьезно по тем же что написано в составе то получится просто в разы ну какая у них полит политика и в каждом комплекте сейчас идет должен идти микроскоп по моему с четырьмя насадками нет обновить 81 на 22 нельзя потому что как раз там вся разница как я говорил это разница по по железу это либо один 10 гигабитный порт либо два до прибором удаленно можно управлять потому что все что вы сегодня видели это очевидным образом удаленное управление прибор то есть еще раз говорю прибор у меня стоял в коридоре а я с вами общался компа вот соответственно это для этого вам нужно всего-навсего например но я пользую vnc viewer доступен дальше соответственно нет по железу апгрейд сделать нельзя давайте кстати вот такой момент кулин возник я вам его пожалуй что покажу потому что ничего бы нет так 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 такой вопрос сейчас интерфейс прибора виден отлично спасибо смотрите помните систем наша и вот собственно говоря ремонт по большому счету у него прямо вот здесь обозначена про проставлены иконка vnc и вот то что как бы а вот спасибо вы мне напомнили вот вот все что вам нужно сделать это зайти сюда поставить галку на и были на и был в инсе access он ну где допустим что я сделаю там допустим дом подсоединил к роутеру в режиме dhcp что я для этого сделал я пошел с а ты сначала в network сказал ему здесь dhcp он очевидным образом получил ip адрес его запомнил в принципе это не обязательно пошел в ремонт увидел его здесь поставил галку венсе access и не стал ставить галку чтобы он не требовал пароль зачем но если вы хотите секьюрности пожалуйста ставьте на здоровье дальше соответственно я пришел к своему компу открыл vnc viewer просто вбил туда и тайпишник и получил доступ это касаемо удаленного управления ксом русского языка до region то есть также в систем region и вы можете выбрать русский заметьте что здесь присутствует такая нота please restart the test set to change the take full effect то есть вот таким образом он переменится откровенно говоря чисто моя ремарка но тут уже кому как я честно говоря вот не в контексте никакого прибора не очень люблю русский язык с чем это связано с тем что мне несколько раз доводилось переводить интерфейс различных приборов на русский и это всегда затруднит на русский язык для не английского просто тупо и вот эти сокращения потому что как правило ширина кнопок не изменяется это всегда как бы очень сложно понять что происходит откровенно говоря второй момент что мы все-таки очень много заимствовали из чужого языка и для меня вот например я всегда рассказываю что это очень проблематично перевести на русский разницу между delay там допустим jitter и latency то что во всех случаях хочешь сказать задержка на примере в смысле как это будет выглядеть давайте так хорошим пойду его сейчас туда переключу минутку да по вайфин естественно будет работать ну 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 Сейчас я попробую еще вам даже, наверное, попытаться продемонстрировать подключение. Так, совместный доступ. Ну, собственно говоря, по большому счету вы должны сейчас видеть интерфейс VNC, Viewer. После того, как вы первый раз к чему-то подсоединились, у вас создается сразу иконка. То есть, в принципе, она, как правило, ничего не требует. Даже он определяет, ну, скорее всего, просто берет скриншот в тот момент, когда я к нему коннектился. И попытки, так сказать, перепут... Нет, сейчас он перепутается. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 И, соответственно, презентацию и видео мы разошлем. Вот. Спасибо вам большое еще раз. Мы, соответственно, следите за анонсами и, надеюсь, вас всех увидите на следующих, следующих, следующих. Все. Спасибо. Спасибо. До свидания.